Сделать маникюр не хуже, чем опытный мастер, а если надо, то и массаж рук. Теперь 18-летняя Настя профессионал своего дела. Признается, ремесло освоила с помощью благотворителей. Хотела пойти либо на работу, либо еще что-то. Мне предложили пойти учиться на ногтевого мастера. Отучилась. Они мне в этом прям помогли, направили, прям нашли место, оплатили. То есть прям договорились. Я пришла, меня просто ждали уже, обучили, я ушла. Самарская гильдия строителей с января 16-го года сотрудничает с детским домом. Закупает для воспитанников спортивный инвентарь, помогает найти для них репетиторов или устроится на работу. Представители гильдии понимают, насколько это важно и рады возможности сделать жизнь ребят лучше. А детей надо любить. Просто вот и все. Самое главное, это мы занялись их дополнительным обучением, и они успешно закончили год. Это просто сама даже директор говорит, у нас первый раз вот такой результат. В апреле этого года воспитанники центра приняли участие в познавательном проекте «Краеведческий экспресс». Школьники ездили по экскурсионному маршруту «Самара-Тольятти-Самара». Руководители центра отмечают, такие проекты важны для детей. Идут именно такие проекты, которые заставляют детей думать, работать. То есть не вот тебе шоколадку, сладость, сок и так далее, а вот тебе возможность получить знания. Вот тебе возможность трудоустроиться, значит, получить заработную плату, знать, как это делается. Что для того, чтобы что-то получить, нужно приложить усилия. Главное, говорят организаторы благотворительных проектов, подготовить воспитанников к тому, что за воротами детского дома им придется строить свою жизнь самостоятельно. Андрей Горгуленко, Марина Кравцова, Василий Колдашов, Артем Сулайманов. События.